В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллин». Этой осенью в Таллине под эгидой петербургского театрального сезона пройдут сразу несколько ярких театральных постановок. Более подробно о предстоящих мероприятиях расскажет художественный руководитель петербургского театрального сезона Виктор Менков. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Ну почему так долго? Почему так долго петербургский театральный сезон, и сказал Таллин? С 2007 года петербургский театральный сезон существует, и вот только сейчас, в 2017-м, он добрался до Таллина. Ну, вы знаете, во-первых, всем доброе утро, да, и мы так близко с вами находимся, действительно возникает этот вопрос. Но пора, видимо, пора, время пришло, потому что петербургский театральный сезон – это главное экспортное событие в театральной сфере нашего города. И петербургский театральный сезон представляет на ведущих метрополиях Европы свои лучшие постановки. Милан, Берлин, Прага, Марсель. И вот теперь, да, Таллин. Привезем четыре спектакля, четыре свежие премьеры, четыре, ну, так привыкли говорить, лучших спектаклей нашего города. Если о программе, то театр «Русская антреприза» Андрея Миронова – это мадам Бавари Андрея Желдока, знаменитого в Европе режиссера. Приют комедианта, который я имею честь возглавлять 22 года. Спектакль «Василия Сеня» на ученика Петра Фоменко «Женитьба Фигаро». Семен Спивак и его замечательный молодежный театр на Фонтанке Виктор Розов в день свадьбы. И балет Якобсона под руководством Андриана Фадеева привезет, частый гость, кстати, в Таллине у вас, привезет гала-концерт ведущих солистов своего театра. Вот такая программа Петербургского театрального сезона. А еще более эту программу украсит интерактивная выставка кукол-марионеток старейшего кукольного театра России. Это театр марионеток Домини, уникальные куклы. И это не просто выставка марионеток, а старейшая актриса, единственная народная артистка в России кукольном жанре Фаина Костина. Перед началом вечерних спектаклей будет играть с этими куклами для тех, кто придет к нам на спектакли. Как возникла идея создать петербургский театральный сезон? Идея возникла утром на кухне, когда я пил кофе. И мне показалось, что спустя сто лет после знаменитых дягилевских сезонов, когда лучшие спектакли вывозились во Францию и в другие замечательные европейские страны, почему бы не проводить подобного рода мероприятия от Санкт-Петербурга, от культурной столицы России? Эту идею я тогда еще предложил Валентине Иване Матвиенко в бытность ее губернатором Санкт-Петербурга. Все какие-то мои авантюрные идеи, они всегда поддерживались. Вот так возник петербургский театральный сезон, который теперь уже действительно это бренд Санкт-Петербурга за рубежом. И я очень рад, что мы в Таллине, потому что, с одной стороны, Таллин избалован театральными постановками, которые приезжают и из Москвы, и из Петербурга. С другой стороны, вот такой мощный десант, 180 человек приедет одновременно в Таллин. Это четыре театра, это полноценные фуры с декорациями, костюмами, это серьезная логистика. А самое главное, нам есть что показать искушенному таллинскому зрителю. Наш зритель любит такие гастроли. Виктор, скажите, ну ведь Таллин вот в первый раз, но не последний, увидит петербургский театральный сезон. Вы знаете, я очень надеюсь, меня когда спрашивают, когда в следующий раз петербургский театральный сезон приедет, там, предположим, в Прагу или в Милан, или еще где мы проводили, я говорю, что очень много стран есть в мире, и вот когда мы все-все-все страны объездим с петербургскими театральными сезонами, мы обязательно опять приедем. Поэтому, ну а если это, конечно, шутка, ну а если серьезно, то я думаю, что мы сделаем такой мощный задел на будущее, чтобы петербургские театры стали бы более частными гостями в Таллине. Виктор, по какому критерию выбирались вот эти четыре постановки? Во-первых, все постановки должны быть одними из последних премьер городских, и это самые новые, самые свежие спектакли, это раз. Второе, все они должны быть номинантами или обладателями либо Золотой маски, высшей театральной премии России, либо Золотого софита, высшей театральной премии Санкт-Петербурга. Поэтому всегда мы привозим самое свежее, самое лучшее, самое продвинутое и в то же время самое классическое. Репертуар очень разноплановый, мы специально всегда подбираем так репертуар, чтобы публика могла увидеть как классические прочтения известных материалов, так и что-то современное. Поэтому в выборе петербургского театрального сезона, который будет представлен в Таллине, есть абсолютно классический вариант Розова в День свадьбы, есть где-то полусовременная Женисьба Фигаро, есть классический балет Шопениана и галоконцерт солистов балета и Капсона, и абсолютно продвинутая, убойная, золотомасочная Мадам Бавари в установке Андрея Желдыка. То есть каждый найдет что-то свое? То есть, я думаю, да. Спасибо большое, Виктор, успехов. Спасибо. Информационный блок «Добрый утратальный» подошел к своему завершению. Напоминаю, что нас в гостях был художественный руководитель петербургского театрального сезона Виктор Минков.